Девушки отдыхают Девушки отдыхают Достаточно активное участие Это была первая конференция Но проектов было действительно много Причем много проектов было благотворительных И так уж получилось, что мы с ним провели Прямо вот перед его отъездом в Крым Это была последняя программа Которая прозвучала у нас в эфире И потом эту программу мы выставили И я выставил ее в YouTube И Татьяна ее поставила в ВКонтактах И просмотрела огромное количество людей Прослушала, точнее, эту программу Мы это все записывали голосом И это было очень интересно Программ там действительно у нас было Мы с ним записали, наверное, где-то около 20 программ Они не все выставлены Но мы потихонечку будем выставлять На суд и для удовольствия Я так полагаю, что всем это интересно Послушать эти программы Поскольку все то, что говорил Игорь Иванович Ветров Было действительно очень и очень интересно Да, совершенно верно И что касается этой конференции Да, он хотел собрать как можно больше врачей И объединить аюрведы Потому что были там проблемы В аюрведических кругах То есть он хотел пригласить Итар Сунова То есть он хотел объединить аюрведу Пригласить всех специалистов Он очень этого хотел Чтобы в аюрведе не было ни конфликтов, ни проблем Чтобы все дружно работали во благо людей Да, и он очень переживал В ходе этой конференции Но, к сожалению, вот так получилось Что неожиданно ему стало плохо Это произошло недалеко от Крыма То есть к родственникам он ездил Вот по ушке И ему резко просто стало плохо Проблема с сердцем С сердечно-сосудистой системой И в итоге сердце его не выдержало Но, как он сам говорил Он знал, что он умрет Либо от сердечного приступа Либо автокатастрофе Либо от рака То есть он сам говорил Что я могу умереть только вот От этих вот трех вариантов От этих трех вариантов Поэтому, с одной стороны Он говорил об этом Но никто, естественно, не ожидал Это было для всех большим шоком Большим ударом Вообще, когда мы узнали об этом Я разговаривала далее С другими учениками Очень было плохое самочувствие, естественно Очень несколько дней было очень плохо То есть вот Анахата Чакра Она буквально разрывалась И боль была непрессуемая Конечно, потерять учителя Это очень тяжело Да, да Да, это правда Интересно Такой факт О том, что Когда мы беседовали С Игорем Ветровым То Мы разговаривали на разные темы Не только на темы Профессиональные Не только на темы Медицинские Мы разговаривали Абсолютно разные темы Я у него спрашивал Кто ему помогает Потому что достаточно он был Человеком Ну что ли В социуме он был достаточно Закрытым человеком Все его знали По профессиональной Больше деятельности А мы с ним как-то больше Так получилось Не знаю Но мы с ним говорили На какие-то даже Персональные темы И вот Я у него спрашивал А кто тебе помогает Во всем этом Это же огромная работа Ну и вот он называл Одно имя Которое мне тогда было неизвестно Он называл У меня есть такая помощница Ее зовут Раса Лила Я говорю Ну надо как-то познакомиться Ну кроме своей дочери конечно И он говорит Ну надо познакомиться И вот все как-то не получалось И вот как только Буквально Чуть ли не через пару дней Когда Уже Игорь Иванович ушел Я вдруг Смотрю Вот в контакте Появилась Раса Лила Которая и есть Татьяна Земская И о которой Мы как раз говорили Неоднократно говорили С Игорем Ветровым И он мне Рассказывал Про Татьяну Так что Я очень рад Это вот так Это было Как раз таки Ну сверху видно О том что Случайности не бывает И конечно Это было закономерно Ну видимо Время Пришло И мы сразу Буквально Чуть ли не Через несколько дней Связались с Татьяной И мы Об этом поговорили Ну вот сегодня Пришло время Поговорить опять Поскольку сегодня Как раз отмечается Годовщина Его ухода Из этого мира Таня Расскажи пожалуйста Как Вот проекты Которые были У Игоря Ивановича Как они сейчас Осуществляются Я знаю что Ты сама видишь Какой-то очень Очень серьезный Проект И речь идет Потому что У него была мечта Построить храм И вот как раз таки Речь идет о храме Что он из себя Представляет Или будет представлять И как принимал Участие в этом Игорь Иванович Ветров Для чего Этот храм Хорошо Я отвечу на вопрос Но я еще немножко Хотела заметить Вот какой момент Что вот 14 сентября 2014 года Был Очень необычный день Это было Такое явление Которое бывает Очень редко Буквально Несколько раз В столетии Это Бал планет Вот С астрологической точки зрения Это положение Указывает на то Что большинство планет Стоит В знаках Своей экзальтации То есть В своем лучшем положении В своем лучшем Проявлении Или В собственном знаке Вот И обычно Вот в такое время Приходят Не только приходят Великие Благочестивые души Но и уходят То есть Вот в этот день Как раз Бывается мечта Души То есть Душа достигает Своего Конечного Пути Своего желания Своего Какого-то Может быть Мистического Настроения Связанного Взаимоотношения С Богом То есть Сокровенные цели души Они достигаются Именно в этот день И не случайно Игорь Иванович Он ушел От нас В этот день И с одной стороны Это очень хорошо И это огромный Показатель Что касается Храма Да Хочу сказать Что самое первое Был вопрос То есть Он шел от нас И у меня Был вопрос А что же делать дальше Учител Что же делать дальше То есть У меня вот такой Назрел вопрос Что делать У меня было Хлонно растерять И стала приходить Информация Естественно От Игоря Ивановича Ветрова Что у него были Беспокойства В плане того Что Первое На первом месте Это стоял Достроить храм Вот Храм Это Основатель храма Это его Духовный учитель Вишнопад То есть Это основатель храма И он очень Очень хотел Его Достроить Этот храм Он принимал Участие В строительстве И он Жертвовал на него И вот На последних Семинарах Он рассказывал Вот я Вот я Окна вставил И он Постоянно Делился Делился Этим И он Очень-очень Хотел Чтобы храм Скорее Построился И он Очень Беспокоился Был Беспокоен То есть Душа Был Беспокоен Тем Что Вот Хочется Достроить Этот храм И Это было Очень важно Для него Вообще Это Было Сокровенность Тоже Его Жизни Его Сокровенное Желание Так как У него Были Очень Тоже Такие Тесные Духовные Отношения С его Учителем Вишнопадом Это Вишнопад Это Экс Лидер Руководящий Лидер ИСКОН То есть Еще на Постоветском Пространстве Можете себе Представить Вот То есть Он руководил ИСКОН Вишнопад В свое время И Игорь Иванович Он принадлежит Квашнавской Традиции То есть Он Очень любит Кришну и Ратку И Вот Учитель его Он в какое-то время Ушел Из ИСКОН И для Игоря Ивановича Это было Конечно Большим потрясением Многие ученики Отреклись От своего Учителя То есть От Кришны Бада Но Игорь Иванович Остался с ним И он Понимал Что это Какое-то Рискатание Для него И Игорь Иванович Он был Одним из Самых Первых Людей Которые Сознание Несли Сознание Кришны То есть Тогда это были Советские времена И Сажали Сажали Репрессировали И так далее Были гонения Большие И вот Духовные Братья Игоря Ивановича Ветрова Вот они Все вместе Понимались Тем Что строительством Храма То есть Ранее Храм был Вот Он находился На улице Бумажной В Санкт-Петербурге То есть Он уже был Но Там С окончанием Срока аренды И были Другие проблемы Этот храм В 2012 Году Закрылся И Решили Построить Такой Большой Масштабный Храм Вот И Вот После года Игоря Ивановича И я поняла Мне еще есть Александр Помогает Мне тоже Ученик Петрова Мы связались С духовными Братьями Игоря Ивановича Которые непосредственно Руководят Строительством Храма И Мы сделали Вот такой Проект Боготворительный То есть Люди Жертвуют Люди Узнают Что есть Такой Храм И Храм Он Не связан Ни с какой-то Тоталитарной Тоталитарной Не связан Ни с Догматикой Никакой То есть Это Храм Ведический И В нем Три Алтаря И Кришна Радхи И Шивы Парвати И Бургин Деви Там Нет Никаких Допустим Условностей Условий Для того Чтобы Прийти В храм И Вести себя Как-то Соответствующим Образом То есть Туда Просто Приходишь И Там Проходят Медитации Очень Свободное Такое Лояльное Отношение Это Такой Мультикультурный Центр Этот Храм Он Мультикультурный Центр И Мы Начали Вот этот Проект Который Упешно Сейчас Реализуется Храм Построен Уже То есть У нас Идет Отделка Внутри Мы Постоянно Встречаемся С Духовными Братьями Игоря Ивановича Вспоминаем О нем Они Рассказываются Истории Как Все Начиналось Движение Сознания Кришны На Российской Территории Советской Территории Как это Все Было В общем Очень Интересная История Рассказывает В общем Игорь Иванович У нас Постоянно Мы о нем Упоминаем Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова